Я Алена Гончарова, Алая Паруса. Тем временем в Коперне произошло такое замешательство, такое волнение, какие не уступят эффекты у знаменитых землетрясений. Никогда еще больше корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, на которых звучало, как издевательство. Теперь они ясно-неопровержимо пылали, с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети попыха мчались к берегу, кто в чем был. Скоро у воды образовалась толпа, и вот в толпу стремительно вбежала осоль. Как только она появилась, все в толпе смолкли. Все со страхом отошли от нее, и она осталась одна, среди пустоты знаного беска, беспомощно протянув руки к его кораблю. От него оттенилась лодка, полность загорелых грибцов. Среди них стоял тот, кого какие показалось, теперь она знала, смутно помнилась детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели осу. Смуртельно боялся его. Ошибки, недразумений, таинственные и вредные помехи. Она бежала по пояс в теплое колыхание волн, крича. «Я здесь!» «Я здесь!» «Это я!» От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и талии девушка почти не могла уже различать, что движется. Она, корабль или лодка? Но весло резко плеснуло вблизи нее. Она подняла голову. Грей нагнулся. Руки ее схватились за его пояс. Ассоль зажмулилась. Затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу. И, запыхавшись, сказала. «Совершенно такой!» «И ты тоже, дитя мое!» Вынимая из воды мокрую драгоцену, сказал Грей. «Вот я и пришел. Узнала ли ты меня?» Она кивнула, держась за его пояс. Счастье сидело в ней пушистым котенком. И не помню, как она поднялась по трапу в сильных руках Грея.